Мы хотели бы, пользуясь случаем, обратиться к нашему президенту Владимиру Владимировичу и правительству Российской Федерации. Полное отчаяние. Здесь собрались водители из разных подстанций скорой помощи. Средняя зарплата каждого из них 20 тысяч. 23 тысячи, говорят мужчины, это потолок. Во время пандемии они получали хорошую доплату, но ковид в прошлом, выплат больше нет. По словам водителей, с 2014 года им не индексируют зарплату. В прошлом году водители обратились в Центральный районный суд, но их исковые требования не были удовлетворены. В Минздраве заверяют, что индексация проводилась ежегодно на 5-6%, а в прошлом году почти на 12%. Сейчас по данным Росстата и подсчетам прокуратуры Центрального района, на начало 2022 года окладная часть заработной платы наша должна составлять порядка 8 тысяч. Сейчас у нас составляет окладная часть заработной платы 5-800. Также выяснила это и прокуратура Центрального района, что была административная ошибка, по которой нам не индексировали заработную плату. И министр здравоохранения Алтайского окрая также подтверждает, что была административная ошибка. А пока платят мало, молодежь увольняется. Работа увлекательная. В среднем выходит более 20 вызовов за смену. Мы работаем прям сутки. Вот я по восьмерке работаю, например, выезжаем 5 минут 9-го и бывает прям сутки не вылазишь. 30 минут на покушать и опять выезжаешь. Кроме того, часто за свои копейки они вынуждены тягать на себе пациентов и очень часто срывать спины из-за людей в алкогольном опьянении. Приходится нам, водителям, надевать перчаточки, брать их под ручки, за ножки, за ручки и тягать их в машину. Хотя, по большому счету, в работу в нашу это не относится. Ну, как бросишь девчонок в трудной ситуации. И на девчонок бывает нападают, но приходится между ними вставать грудью. А еще бывает, приходится и чинить машину на ходу, потому что, по словам водителей, каретам скорой самим нужна помощь. Бывает, в случае, и не заведется. Подъезжаешь, допустим, мой колесо раз где-то спустило. Хотя, по договору, мы являемся чистыми водителями, но всегда ремонт сопровождается. А если бы в случае вот так вот съехал с линии, вон иди и делай. На это в Минздраве ответили, что сегодня в крае обновлено 50% автопарка. За последние 4 года приобретено 180 машин. А что касается зарплат, в ведомстве заверили. В настоящее время Министерством здравоохранения Алтайского края прорабатывается вопрос повышения уровня оплаты труда водителей скорой медицинской помощи в 2023 году. В том числе, внеочередная индексация окладов с целью региональной поддержки важной отрасли категории работников. Чем закончится эта история, пока непонятно. Но ясно одно, по словам мужчин, недовольных очень много. Около 300 водителей скорой. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует. Продолжение следует...